комрады всем добра добро пожаловать на вот пенсион сирк кстати как раньше говорили на работе сейчас еще помнишь какой день недели значит и до конца и мы шел в производственный цикл вспоминая истории когда мы с другом парни четверг или пятница оказалась суббота сегодня у нас фишин онлайн хочу вам показать интересную вещь мнение которое сделал виталий как-то мимо меня проскочила касается поиска точки координат и самый главный принцип знаете если вы не знаете например у вас не ловится рыба всегда напишите в чатик люди как правило всегда отвечают ну или по крайней мере у вас не пошлют или ответить может быть чуть чуть попозже нововведение то что касается поиска координат вот не знают смотрите вот нам человек например говорит что рыба ловится вот здесь вот где нота 97 и на 102 и поближе здесь ловится например карасики а 98 92 давайте делается то вот так 98 через щеточку 92 вот они показались принципе вы получается идем сюда и лову рыбку надеюсь это будет кому-то полезно пользуйтесь на здоровье также я хочу в конце и пить историю называется истории добра там как иногда доброе слово может спасти жизнь у ребят скоро новый год берегите себя любимых твоих близких и вам здоровье и делаем это добрые вещи в нашей нашей повседневной жизни бабушка говорила внучек нет да не одно доброе дело безнаказанным не остается им приятного просмотра история женщины работающей на миссо комбинате однажды в конце своего рабочего дня она пошла в морозильную камеру чтобы что-то проверить но дверь случайно закрылась и женщина оказалась заперта изнутри женщина кричала и стучала изо всех сил все было безрезультатно никто не мог ее услышать большинство рабочих уже ушли а снаружи морозилки невозможно услышать что происходит внутри пять часов спустя когда смерть казалось уже неминуема охранник завода открыл дверь и женщина чудом спаслась от смерти позже женщина спросила у охранника почему он решил проверить морозильную камеру в тот день ведь это не входило в его обязанности охранник ответил я работаю на этом заводе уже 35 лет сотни людей приезжают и уезжают каждый день но вы одна из немногих кто здоровался со мной по утрам и прощался в конце рабочего дня многие относятся ко мне так будто я невидимый сегодня утром проходя мимо меня вы как всегда сказали мне привет но после рабочего дня я с удивлением заметил что не услышал вашего пока увидимся завтра и не видел чтобы вы ушли поэтому я решил проверить территорию завода я так привык к вашему привет и пока каждый день ведь они напоминают мне что я кому-то нужен не услышав сегодня ваши прощания я понял что что-то случилось вот почему я везде искал вас любите и уважайте тех кто вокруг вас ведь мы никогда не знаем что будет завтра так что здоровайтесь всегда может однажды это спасет вам жизнь